Привет друзья, сегодня у нас очередная история из сети, но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео, а также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Одна девушка из Соединенных Штатов Америки по имени Бренда Ли захотела отомстить своему бывшему мужу. Причиной этому стала измена, поэтому они и развелись. Когда дело дошло до суда, было принято решение, что женщина должна выплатить мужу кругленькую сумму. Понятное дело, это не привело ее в восторг, но Бренда твердо решила, что будет действовать по закону. Она придумала план мести. Суд в постановлении указал сумму, которую Бренда должна выплатить, но также она заметила, что нет примечания о том, в каком именно виде она должна дать деньги. Поэтому она замыслила обустроить все так, чтобы экс-муж почувствовал весь груз своего решения. Как любая современная девушка, она не могла держать всю боль и обиду в себе. Поэтому написала огромный пост в соцсеть. В своем блоге она поделилась грустной историей о том, как ее муж ей изменил. Но виновный суд признал именно ее. Женщина сообщила, что бывший муж оказался тем еще подлецом. В действительности он изменил с женой своего лучшего друга. Та женщина была в хороших отношениях с их семьей, она была приглашена на свадьбу, иногда играла с ее детьми. Она ведь видела, как проходят их отношения и как они смотрели друг на друга. Когда она узнала о том, что ее обязали выплатить теперь уже бывшему мужу 8 тысяч долларов, то была вне себя от ярости. Но тут же придумала план, очень простой способ насолить мужчине. При этом, конечно же, выполнить постановление суда. Она посоветовалась с друзьями-юристами, и они нашли в постановлении суда лазейку. Там была указана только точная сумма. Вот тут-то она и сообразила. Она тут же отправилась в ближайший банк и разменяла всю сумму мелкими монетами. Ей даже пришлось вызывать грузовое такси, так как вес склада составил почти 160 килограммов. Она объяснила сотрудникам банка свою ситуацию. Они полностью прониклись в истории девушки и с радостью согласились помочь. Но одной лишь этой уловкой бренда не ограничилась. В городе был только один банк, который принимал монеты. Но не просто так, а в специальной упаковке, в которой должно быть не более чем 10 монет. В случае, если бывший муж захочет обменять монеты на купюры, ему придется хорошенько попотеть. Она написала в своем фейсбуке. «Милый, пока ты находишься дома и упаковываешь монетки, надеюсь, ты найдешь время подумать о том, какой сложной ты сделал мою жизнь. Ты бросил меня одну с маленькими детьми и фермой. Кроме того, ты забрал у нас деньги. Помимо этого, оставил нам долги. Как сложно твоим детям с тех пор, как тебя не стало рядом. Подумай о том, как сильно я тебя любила. И как ты врал, глядя мне в глаза». На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.